Анастасия Игоревна. Вкратце говоря, этот вебинар является частью нашего трека по работе с презентацией в пяти разных степицах PowerPoint, Google Slides, Prezi, Geniali и Canva. Мы поговорим о том, как делать слайды, на которых расположен большой объем текста. Как вы знаете, презентации бывают разных видов, и два основных типа – это презентации для выступления и презентации для чтения. Отличить их можно буквально с первого взгляда. Презентации для выступления, как правило, невозможно получить какую-то новую информацию, новый материал без помощи спикера. Они являются поддержкой, может быть, содержат себе какие-то тезисы, создают какое-то настроение, показывают какие-то яркие и наглядные примеры. Текстов в них не так уж и много. Совсем другой тип – это презентации для чтения. Они, наоборот, предназначены для того, чтобы изучать материал самостоятельно, а значит, в них много терминов, определений, каких-то классификаций и вообще, в принципе, больших объемов текста. Также в них может быть специализированная графика, например, схемы, диаграммы, таблицы, что снова усложняет верстку самого по себе слайда. Эти два типа презентаций заметно различаются и путать их не стоит. Нельзя выступать с презентацией для чтения, потому что мелкий текст даже на большом экране во время конференции будет восприниматься плохо. Нельзя для самостоятельного изучения выдавать презентацию для выступления, потому что без речи спикера, без комментариев автора она даст недостаточной информации. Есть вариант комбинированных презентаций, частью из которых являются презентации для вебинаров. То есть здесь вы и на экране смотрите информацию, и можете самостоятельно изучить, и в любом случае экран компьютера для вас ближе, и, значит, текст может быть меньше. Но про комбинированную презентацию мы сегодня говорить не будем, и будем затрагивать только два чистых типа – презентации для выступления и презентации для чтения. И вот так вот в качестве разминки я покажу вам сейчас несколько слайдов, а вы напишите, пожалуйста, в чат, к какому типу относится эта презентация – для выступления или для чтения. Я старалась подбирать довольно разнообразные примеры, чтобы мы могли не только понять, к какому типу они относятся, но и посмотреть, как по-разному оформлен текст. Здесь вот буквально две строчки. Две строчки считываются практически с первого взгляда, плюс еще есть акцент на каком-то слове. Это презентация для выступления. Так, крупный шрифт, будет видно даже с задних рядов аудитории, очень четко, очень понятно, и минимум текста. То есть для выступления много текста не нужно. Так, дальше следующий вариант. Так, для чтения, да, однозначно для чтения. Здесь в вебинарной комнате мелковат, конечно, шрифт, но когда на весь экран открывается презентация, она для чтения, можно прочитать текст, можно понять, что здесь написано. Но текста довольно много, но тем не менее он считывается легко. Во-первых, за счет маркеров, которые стоят у каждого абзаца. Во-вторых, чередование жирного и нежирного текста. Так, дальше вот такой вариант. Это стандартный шаблон PowerPoint и, ага, для чтения, для выступления. Вот на самом деле в этом варианте тяжело понять, что именно хотел родиться автор. Если судить по самой, по всей презентации целиком, то она презентация для чтения, потому что текста много, он расположен довольно плотно. Но вот шаблон, вот это вот оформление больше подходит для выступления, когда в каждом пункте написана буквально одна строчка. Сейчас, так как оформлен текст, он очень и очень плохо читается даже на экране компьютера. Опять же, какие здесь могут быть ошибки, о которых мы можем говорить? Это фон, отвлекать внимание от текста, акцент идет на цифры, а не на сам текст, и это очень плохо. Абзац не очень читаемый, лишняя маркировка, да, есть и номера, и маркеры списка. Это перебор. Так, про курсив, надо разговаривать отдельно. Так, следующая презентация. По вашему мнению, для выступления, для чтения. Так, и то, и это. Опять же, если судить по ситуации, где была показана эта презентация, это комбинированная, она была показана на вебинаре, так что ее можно прочитать с экрана компьютера во время выступления спикера. Но, фактически, учитывая объем информации, она для чтения, для того, чтобы человек еще после вебинара мог самостоятельно изучить всю вот эту информацию. Естественно, хороший спикер не будет читать каждый пункт, написанный на экране. Он расскажет какой-то случай, какую-то ситуацию, приведет пример или кейс. А вот уже конкретно на эти вопросы человек будет отвечать самостоятельно. То есть вот этот слайд предназначен в первую очередь для самостоятельного чтения. Так, пишу, что зависло, что зависло. Видео. Так, следующий слайд. Для выступления, для чтения. Так. А почему не для чего? По-моему, это чисто для чтения. Это инструкция по созданию собственного сайта. Это не для вебинара, не для выступления. Это для самостоятельной работы. Когда человек открывает сайт, выполняет инструкции, которые написаны, смотрит, как настроены программы и идет дальше. Сейчас вебинарная комната это мелковато, но на полном экране, в принципе, оно читается достаточно хорошо. Так, для чтения. Так. Ну и последний пример, на котором мы закончим нашу разминку. Для выступления. Опять же, здесь однозначно мало текста. Это заголовок раздела. Слайд больше создает настроение и подсказывает, о чем будет спикер разговаривать дальше. Как видите, слайды для чтения и слайды для выступления очень сильно между собой отличаются, в том числе по объему текста, по использованию шрифтов. Да, Ирина Викторовна, на этом фоне спикер дает какую-то дополнительную информацию. Это просто, например, для опоздавших или для тех, кто смотрит в записи, для того, чтобы им было удобно найти тот момент выступления, который они хотят послушать. Не забывайте, что очень многие выступления спикеров распространяются именно в варианте записи. И без вот таких вот слайдов-подсказок очень тяжело найти нужное место. Нужно пересматривать весь вебинар, случайно включая какие-то временные отрезки, либо делать интерактивное оглавление. А вот слайды как раз во многом спасают. Так. И следующая тема, которую я с вами хочу обсудить, это то, как сейчас читают тексты на экране. Нам привычнее говорить о том, как читают тексты вообще, и в первую очередь мы под этим подразумеваем печатные тексты, книги, раздаточные материалы, какие-то буклеты. Но большую часть информации сейчас люди воспринимают с экрана, а значит и паттерны чтения, паттерны внимания у людей меняются. Самый древний, самый ранний возникший паттерн – это F. Он подходит для больших текстов, то есть в первую очередь он возник на печатных страницах, буквально со времен первых печатных книг. Как вы видите, вот на примере человек пробегает глазами строчки, сначала он пробегает больше строк и практически до конца, чем ниже к концу страницы, тем короче его вот эти вот забеги по строкам. И он постоянно возвращается к левому краю текста. Вот этот паттерн, он рассчитан на большие объемы информации, если у вас вот такой вот слайд целиком и полностью забит информацией, то у него, например, нежелательно делать выравнивание текста по центру, потому что оно ломает F-паттерн и мешает человеку свободно скользить взглядом по левому краю страницы. То есть в данном случае, если наблюдать за тем, как работают наши глаза, то они нарисовали бы примерно вот такую фигуру. И эти наблюдения, они эмпирические, то есть для того, чтобы зарегистрировать эти паттерны, ставят веб-камеры, которые регистрируют движение зрачков. И уже по движению зрачков составляют какую-то конкретную модель. То есть это не умозрительно, а это вот научно доказанные паттерны. И если у вас большой объем текста на слайде, в котором практически нет заголовков под заголовков каких-то вырезок, то лучше всего делать четкий левый край выравнивания по левому краю, а иллюстрации, то, что не обязательно для изучения, надо выносить на правый край. Это именно самый простой, самый древний паттерн, но он сейчас не самый популярный. Следующий вариант – это Z. Он появился в изображениях, его наблюдали тогда, когда люди рассматривали картины, какие-то произведения искусства. Затем это закономерно перешло на фотографию, и затем уже на книги и на сайты. То есть обычно Z-паттерн мы наблюдаем, когда у нас слайд с полноэкранным изображением, с большим количеством картинок. Но некоторое время назад люди, разрабатывающие веб-страницы, нашли вариант того, как применить Z-паттерн для чтения текста. Так, здесь имеется в виду именно действие, то есть по какому шаблону движутся глаза пользователя, когда они изучают информацию, по какому пути мы можем провести его по странице, по слайду. Так, вот. И обычно, когда мы берем слайд полноэкранный, то мы на нем отмечаем четыре фокусные точки, через которые пробегает наш взгляд. Получается такая перевернутая буква Z. Но авторы веб-страниц придумали новое расположение. Они чередуют. Картинка справа, текст слева. Текст справа, картинка слева. И получается, что зрители пробегают, аудитория также пробегает глазами привычный им зигзаг, но при этом они постоянно попадают в этом паттерме именно на текстовые блоки и считывают больше информации. За счет того, что меняются местами тексты и изображения, пользователь меньше устает и может изучить большой объем информации. Как применить это на слайде? Например, вот таким вот образом. Здесь немножко по-другому расположены тексты и изображения. Если здесь на примере было в одну колонку, просто менялось расположение текста и картинки, то здесь более ярко выроженный зигзаг, тоже добавлено какое-то необязательное изображение. И вот если мы будем смотреть, как придут наши глаза, то они примерно вот по такому пути пройдут, несколько строк прочитают. При таком Z-паттерне информация разбивается на маленькие блоки, то есть буквально один абзац – это один поворот зигзага. И за счет этого, даже если наша аудитория пробежит годами только несколько строк, основную информацию они схватят. Z-паттерн – один из самых плотных. При нем пользователи читают больше информации, чем при использовании остальных паттернов чтения. Следующий вариант – это слоистый паттерн. Это уже чисто интернет. Это не наблюдается при чтении бумажных книг, журналов. Он именно в интернете возник. Это выборочное чтение текста. То есть мы читаем слой, перескакиваем на следующую случайную строчку, снова прочитываем ее целиком и так далее. В слоистом паттерне читается строчка целиком, но какая именно на странице выбирается случайным образом. Как правило, внимание притягивают заголовки. То есть в первую очередь прочитывается заголовок, может быть, пара строчек под ним. Такой паттерн заставляет дробить текст на небольшие модули. То есть мы тоже делаем деление на абзацы, но чаще используем еще и заголовки, подзаголовки, акценты какие-то. То есть здесь нужно, например, из каждых двух-трех абзацев, чтобы там был как минимум один акцентный элемент, например, заголовок. В таком случае слоистый паттерн, опять же, заставит прочитать больший объем информации. Мы возьмем расположение информации на слайде. И вот здесь вот один большой текст, тот же самый, который мы использовали в F-паттерне, мы разбились используя трех подзаголовков. Здесь пробежит взгляд по этим подзаголовкам, плюс, скорее всего, захватит одну-две строчки под ними. И вот иллюстрация, которая слева стоит в фотографии, она тоже поддерживает слоистый паттерн, намекает как раз на горизонтальное расположение слоев. Для того, чтобы, делав акцент, делав упор на изучение картинки, пользователь перешел от фотографии еще и к тексту, наиболее естественным образом. И последний, четвертый паттерн, тоже появившийся именно для интернет-страниц, называется пятнистым. Это все переводы с английского, то есть если Z и F-паттерны – это официальное название, то слоистые и пятнистые, у них название на английском, я их перевела так, чтобы было немножко понятнее для вас, какой паттерн какую информацию предоставляет. Вот в пятнистом паттерне изучаются не строчки, а какой-то хаотичный кусок информации, как правило, расположенный близко к заголовку и к иллюстрации. То есть это может быть две строчки над заголовком, заголовок и строчка под заголовком. Здесь глаза пользователя идут не ровной горизонтальной линией, то есть они прочитывают не строчку, а выхватывают отдельные слова в каком-то пятне текста. Поэтому он и называется пятнистый. И вот как раз пятнистый паттерн подсказывает, для чего нужны иллюстрации. Когда вы добавляете какие-то фотографии, двигая их не вправо, а наоборот помещая их среди текста, вы задаете пользователю как раз пятнистый паттерн, для того, чтобы он остановился перед фотографией, после фотографии и изучил какой-то вот кусок текста, какую-то часть информации. Вот, то же самое, такой же пример, да, заголовок от основного текста отделен картинкой, и примерно вот так вот проведут глаза. В пятнистом паттерне есть смысл добавлять текст на картинку, поскольку картинка тоже важная часть этого паттерна, аудитория останавливается отдельно на изображении, можно еще вот буквально две-три строчки, или, например, одно не очень длинное предложение написать прямо на картинке. И тогда вы будете практически настолько уверены, что этот текст прочитают. Так. И теперь вот такой вот вопрос, да. Мы пробежали с вами по четырем основным паттернам, но никакой из них не предполагает верстки текста именно колонками. А ведь мы часто видим в журналах, газетах, да иногда и в книгах, что текст довольно часто верстают именно колонками. Как вы относитесь к такой верстке? Считаете ли, что она подходит для слайда, удобна для изучения информации? Напишите, пожалуйста, в чат. Мне интересно знать ваше мнение. Я не так часто вижу этот пример в презентациях, но постоянно, регулярно вижу его в интернете. Утомительно для чтения, неэффективно, для презентации не очень подходит. Вариантов, что удобно меньше. Удобно для сравнения. Для сравнения два пускотекста, да, может быть, если очень четкое деление на строчки, на какие-то пункты. Занимает много места. Картинку некуда добавить, тяжело для воспроизведения важной информации. Да, вот здесь такой момент. С одной стороны, вроде бы, картинка не несет какой-то дополнительной информации, с другой стороны, это способ дать нашим пользователям отдохнуть. Большой такой объем текста, расположенный в две колонки, он людей смущает. Он говорит о том, что здесь слишком много букв, я это читать не буду. Да, возможный вариант разбивка на несколько слайдов. Все-таки вместо второй колонки поставить изображение. И вот хороший вариант, да, действительно, для сравнения. И периодическое использование, да, я тоже иногда использую, но использую это немножко в другом виде. И вот как раз верстка колонками у меня выглядит вот таким вот образом. Вот так. Три колонки. То есть здесь как раз все-таки больше сравнения, чем какой-то идет сплошной текст. И этот пример, он перенесен как раз из интернета. Как раз там придуманы вот эти вот три-четыре колонки, каждая из которых это краткая характеристика какого-то объекта. И первая колонка. Зачем я сделала вот этот слайд с колонками? Для того, чтобы рассказать вам о том, какие характеристики, на какие характеристики я обращаю внимание на программах и сервисах создания презентации, для того, чтобы работать именно с версткой текстовых слайдов. Да, по каналах таблицы совершенно согласна. Пример неправильного решения презентации. Нужна структура 5-7 элементов. 5-7, наверное, элементов имеется в виду макетов, да? Или 5-7 объектов на слайде. Напишите, пожалуйста, подробнее. Мне интересно, ваше мнение. Объекты, да, что, то есть, ну, здесь, например, если считать именно блоков, здесь три блока заголовок, колонка 1, колонка 2. 5-7, ну, для ритмики, да, наверное. Здесь, опять же, слайд не оформлен, если учитывать, что нужна навигация, да, может быть, какой-то прогресс-бар, может быть, нумерация страниц, то верстка колонками тем более затрудняет чтение, ломает быстрый темп перелистывания слайдов. Так, давайте вернемся. Это критерии, по которым я оцениваю программы и сервис для создания презентации. Мне нужно понять, насколько удобно в той или иной программе создавать слайды с большим объемом информации. Я выделила три основных критерия. В первую очередь, это написание слов. Какой шрифт я могу применить, вообще какой выбор шрифтов у меня есть. Сколько вариантов начертания я могу использовать. Есть ли у меня возможность сделать шрифт подчеркнутым, зачеркнутым, поменять текст, добавить какие-то художественные эффекты. Есть ли функция написания вообще буквы необычной формы, возможность сделать их изогнутыми или применить еще какие-то другие интересные варианты оформления. Второй критерий – это инструменты оформления абзаца. Здесь важно отметить, во-первых, расстояние между абзацами, больше-меньше. Расстояние между строчками, опять же, полуторный интервал, двойной интервал, и желательно возможность тонкой настройки буквально до одного пункта. Есть ли возможность выровнять текст, если правильный термин использует, то есть применить разную выключку по левому краю, по правому краю, по центру, по ширине. Есть ли возможность тонко настраивать отступы и выступы, может быть, использовать буквицы, может быть, делать какие-то интересные варианты отделения одного абзаца от другого. И третий критерий – это готовые макеты для чтения, чтобы были уже примеры слайдов с интересным расположением текстовых блоков, чтобы эти макеты слайдов учитывали какой-то из паттернов, чтобы они могли сразу правильно расположить большой объем текста, чтобы были предустановлены стили, например, сочетание двух-трех шрифтов, не вручную сидеть и подбирать шрифтовую тройку, а взять уже какой-то интересный готовый вариант и, может быть, сохранить свои настройки. И, как обычно, мы рассматриваем пять основных программ и сервисов – PowerPoint, Google Slides, Canva, Prezi и Genial. И смотрим, как в них создаются и верстаются текстовые слайды. В конце вебинара мы сделаем выводы, обсудим, какие сервисы лучше подходят для верстки больших объемов текста. А сейчас начнем традиционно с PowerPoint. Я сделала такой слайд с превью. Здесь написано описание каждого из трех критериев, чем эта программа хороша, чем не очень. Имелась в виду классика жанра. Примеры, система критерий, таблица с анализом под критерием, общий критерий эффективности, система ограничений и вывод. Это вы, наверное, к комментарию Олега Васильевича. Итак, PowerPoint – первый критерий, как можно оформить один из глава, какие шрифты применить. У PowerPoint есть набор стандартных шрифтов, с которыми поставляется программа. Но они не все, во-первых, имеют символ кириллицы в своем составе, во-вторых, они очень и очень простые, не так много вариантов и тем более не так много интересных сочетаний из этих стандартных шрифтов можно создать. Первое предложение написано как раз одним из стандартных шрифтов Гердана. И, думаю, не специалисту будет очень сложно отличить Гердану от Arial, от Calibri и так далее. То есть шрифты, как правило, очень и очень примитивные, очень простые, и их недостаточно для того, чтобы придумать, сделать какие-то интересные варианты оформления текста. Но, естественно, PowerPoint подразумевает очень и очень простую загрузку добавления новых шрифтов. Вы скачиваете файл шрифта и устанавливаете его в систему, после чего он автоматически появляется во всем офисном пакете, и вы можете его применять. Например, какой-нибудь интересный контейнер шрифт для того, чтобы заголовки выглядели ярко, динамично, с каким-то особым характером. Что касается возможности применения начертания, то во втором предложении я применила максимум из них. Во-первых, я сделала шрифт курсивным, поменяла размер, цвет, добавила эффект тени, и обратите внимание, тоже, наверное, без регулярной насмотренности тяжело понять, здесь сужено расстояние между буквами. Это тоже стандартная настройка PowerPoint. Как видите, вариантов довольно много. Все они удобно расположены в быстром доступе на панели, и плюс у PowerPoint есть стандартный офисный инструмент – это WordArt. Возможность сделать текст изогнутый по кривой линии, сделать текст объемный, применить рельефы, подсветки и другие эффекты. То есть таких вариантов очень и очень много. И к каждому, к каждой из настройок есть набор предустановок. Если это тень, то у вас будет вариант от не меньше девяти теней. Если это рельеф, то шесть вариантов рельефа. То есть возможностей очень и очень много, но вот как раз мешают стандартные шрифты, стандартные ограничения. В свободном доступе есть много интересных бесплатных шрифтов, которые легко устанавливаются. Проблема с бесплатными шрифтами в том, что у них мало начертаний. Офисный пакет, когда работает с каким-то шрифтом, он его, если говорить применим текстом, он его калечит. Когда вы нажимаете на кнопку сделать текст жирным, вы ломаете очертание букв. Когда вы нажимаете на кнопку сделать текст курсивным, вы ломаете очертание букв. То есть сейчас я смотрю, мне, например, больно смотреть, как при постановке курсива изменилось расстояние между буквами, где почти слиплись буквы, а где по-прежнему слишком большое расстояние. Вот если вы посмотрите, между Э и Т какое расстояние, и между О и Т какое расстояние. То есть вот это вот все очень и очень неаккуратно. И когда вы ставите какой-то шрифт в систему и используете его в PowerPoint, он его использует механически. Он не понимает, что если вы поставили 8 начертаний одного и того же шрифта, то при нажатии на эту кнопку нужно подтягивать вот это начертание, а при нажатии на эту кнопку нужно подтягивать вот это начертание. То есть для работы с текстом, конечно, PowerPoint очень и очень плохо в этом плане. Именно когда вы пишете какой-то шрифт, когда вы настраиваете аккуратно какой-то шрифт. Наоборот, когда вы работаете с абзацами, с текстовыми блоками, возможности PowerPoint поражают. Вот я, когда готовилась к мебинару, я с удивлением и огорчением обнаружила, что в 2016-й версии убрали возможность ставить буквицу в тексте. То есть в PowerPoint буквицу не поставить. Если не ошибаюсь, еще в 2013-м эта функция была. Сейчас буквицу разве что вручную можно поставить. Но тем не менее, можно увеличить расстояние между строчками, межстрочный интервал и настроить его очень тонко, в том числе отступы перед абзацами и после абзацами. С помощью линейки ползунков на них можно сделать как отступы, так и выступы. Можно сделать отступ и выступ как для всего блока, так и только для первой строчки. Мне иногда нравится делать абзацы с висящей строкой. То есть не как обычно есть красная строка, а вот висящий отступ, он иногда смотрится интересно. И очень здорово, что у PowerPoint есть возможность нажатием одной кнопки повернуть текст в любом направлении. То есть вот сейчас снизу это не текстовый блок повернут, это повернуть текст, внутри блока. Можно подвернуть на 90 градусов по часовой, против часовой стрелки, либо выстроить слова буквами в столбик. Аналогичных функций в других программах и сервисах я не нашла. Ну и наконец стандартные макеты для текста. Какие настройки есть? Вот это самый типичный вариант. Текст отбит маркерами, то есть это именно список. И как видите смотрится не самым лучшим образом. Стандартные макеты для текста рассчитаны больше на англоязычные презентации, а там и другая длина строки, и другие объемы абзаца. Поэтому когда вы используете какой-то стандартный макет, приходится довольно много изменений применить, сразу хорошо текст выглядеть не будет. Есть возможность сохранять стили, то есть настройки шрифтов и сочетание двух удобных шрифтов. Как встроенные варианты предлагает сразу PowerPoint, так вы можете сохранить и свой собственный вариант. Это несомненно плюс. И вы можете сделать собственные макеты, рассчитанные уже на ваши типичные привычные тексты. И если вы работаете с мастер-слайдами, делаете собственные темы, собственные шаблоны презентации, то на каждый слайд можно поместить текстовый дополнитель, и какой шрифт вы там примените, такой шрифт и будет использоваться тогда, когда вы заполните его текстом. Это тоже возможность сохранить шрифты, которые вам нравятся. Итак, коротко говоря о PowerPoint. Возможности работы со шрифтами, их много, но они не очень аккуратны. Возможности работы с абзацем замечательны и прекрасны. Стандартные макеты для текста и готовые стили сохраненные – не очень. Следующий сервис – это Google Slides. Он очень и очень похож на PowerPoint, но некоторых функций у него, конечно же, меньше. Если говорить про шрифты, про оформление отдельных слов, то Google Slides работает напрямую с библиотекой Google Font. Вы очень легко, буквально в три шага, можете подключить из этой библиотеки совершенно любой шрифт. А их там очень и очень много, и в том числе много шрифтов, поддерживающих кириллицу. В принципе, все шрифты, которые по умолчанию стоят в Google Slides, все отображают русские буквы. Один из стандартных шрифтов – это Monserrat. И во втором предложении я тоже применила все настройки. Я изменила жирность, изменила размер, цвет, и в принципе все. Больше ничего, особенно в Google Slides, изменить нельзя. В отличие от Powerpoint, Google Slides аккуратно работает со шрифтами. То есть вот второе предложение я нажала на кнопку жирности, но сервис не механически увеличил толщину букв, а просто использовал другое начертание семейства Monserrat. Если вот в Monserrat есть 8 вариантов шрифта, он просто подобрал правильное, такое, какое я хочу в данный момент. Поэтому Google Slides с шрифтами работают аккуратно, хотя возможности изменения отдельных слов намного меньше. Также намного меньше возможности работы с абзацами текста. Точно так же с помощью линеек можно сделать отступы и выступы, можно настроить интервал между строчками очень точно, очень тонко. Можно включить маркированные или нумерованные списки. Но если в Powerpoint вы могли выбирать маркеры для списка, какие-то интересные символы, маленькие картинки использовав, то в Google Slides готовые типовые наборы. Возможности повернуть текст, не поворачивая сам блок, к сожалению, нет. Инструментов, как вы видите, практически столько же, сколько в Powerpoint, но в Powerpoint к ним доступ удобнее. У Google Slides они все находятся в меню третьего уровня, а значит нужно сделать довольно много кликов мышкой, прежде чем вы доберетесь до этих настроек. Так, вопрос в чате. Для литературных онлайн-переприятий я использую смешанный тип презентации, который позволяет использовать для чтений и для презентации непосредственно. Какие основные пожелания к таким презентациям? Надо ли использовать только один тип шрифта на протяжении всей презентации? Если презентация комбинтирована, идет и для чтения, и для выступления, то там нужно чередовать скорее слайды. Какой-то слайд с большим объемом информации, какой-то слайд больше эмоциональный, с изображениями. И во время выступления не останавливаться, не акцентироваться на слайд с большим объемом текста. Используется для презентации, как правило, шрифтовая тройка. Это набор из двух шрифтов, трех разных начертаний. Про шрифты у нас будет отдельный вебинар. В этом треке я расскажу там намного-намного подробнее. И, конечно, сочетание шрифтов, вот эту шрифтовую тройку, нужно использовать одну на протяжении всей презентации. А если вы делаете стерию мероприятий, то еще и одну шрифтовую тройку на протяжении всей стерии. И точно так же стандартный макет. Вот я взяла какую-то типовую тему и добавила большой объем текста. Как вы видите, тоже не самым лучшим образом. Макеты Google Slides вообще все одинаковые. Там не меняется никакое расположение блоков, только добавляются какие-то декоративные элементы, меняется шрифт. И у вас даже нет возможности подобрать наиболее подходящую тему для верстки текстовых слайдов. Вот что Google Slides вам предлагает, только это вы и можете использовать. Также нельзя сохранить какие-то текстовые стили и применять их в дальнейшем. Вот в плане быстрого создания текстовых слайдов Google Slides вообще в принципе не копируется. Так, для чтения с бумаги шрифт без засечек, для чтения с экрана шрифт без засечек, но есть варианты. И об этом тоже в своем вебинаре про типографику. Если презентация впоследствии сохраняется и представляется в формате видео, что лучше использовать? А в плане текста надо подходить к ним как к титрам. Есть определенные правила, которые позволяют создавать читаемые титры. Например, не больше трех строк, не больше пяти-семи слов вот в этом предложении. На экране одновременно один текстовый блок. То есть там есть какие-то свои определенные правила. И скорее надо читать именно статьи о том, как писать титры на экране, чем статьи о том, как верстать текстовые слайды. Так, следующий сервис. Как обычно, наша любимая канва. И тоже свои нюансы и свои особенности. Недавно канва добавила возможность бесплатно создавать команду, приглашать нескольких человек работать вместе над проектами. Раньше это было доступно именно в версии канва. Сейчас есть возможность подключить всех сотрудников в одну команду и вместе создавать сразу единообразные какие-то дизайны для соцсетей, и единообразные презентации. И, по-моему, это очень и очень здорово. У канвы возможности по созданию слов по работе со шрифтами лично меня очень впечатляют. Точно так же есть довольно большой набор шрифтов. Из них кириллицу поддерживают только часть. Их надо искать по очень объемному списку, поэтому иногда лучше сохранить. Примеры шрифтов или выписать хотя бы их название, чтобы быстрее можно было искать. Один из основных стандартных шрифтов – это OpenStance. Вот им сейчас написан заголовок. И я взяла и сделала другой вариант начертания, применила все возможные эффекты. Точно так же давайте посчитаем. Это курсив, цвет, размер шрифта, это эффект обводки, да, это как раз аналог WordArt в PowerPoint. И здесь расстояние между буквами тоже сильно сжато. Возможностей очень и очень много. И учитывая количество шрифтов, даже если брать только те, которые поддерживают кириллицу, есть возможность очень качественно оформить презентацию, взять шрифты, которые хорошо читаются с экрана, и шрифты, которые будут создавать какое-то определенное настроение. И в конве со всем этим работать очень и очень просто. Недавно Canva подключила функцию рекомендации, когда вы выбираете какую-то картинку. То есть вы выбрали иллюстрацию, и вам подсказывают, какие еще иллюстрации можно добавить в подходящем стиле или в подходящей теме. Вот когда Canva добавит такую же функцию для шрифта, я, наверное, буду абсолютно счастлива, если Canva будет еще и подсказывать, рекомендовать, какие настройки можно применить для шрифта заголовка, для шрифта основного текста. Что касается абзацев, работы с абзацами, здесь сервис ведет себя на лучшим образом. Все, что мы можем сделать, это добавить маркеры списка или изменить расстояние между строчками. Да, расстояние между строчками изменяется ползунком, то есть с очень большой точностью, но при этом нет возможности поработать ни с отступами, ни с выступами, ни с буквицами, ни с какими-то другими интересными элементами. То есть вот что касается оформления отдельных абзацев, здесь функций слишком мало. Ну, конечно, стандартно выравниваем, да, по левому, по правому краю, по центру. Ну и, наконец, макеты. Во-первых, в Канве есть готовый набор шрифтов. То есть вы можете выбрать какую-то готовую шрифтовую композицию, разместить ее на слайде презентации и потом просто-напросто писать нужный вам текст. Поскольку готовых тем и шаблонов очень и очень много в Канве, и большинство из них рассчитаны именно для презентации, для чтения, а не для выступления, можно подобрать хороший вариант, который будет прекрасно смотреться с вашим текстом. То есть вот то, что вы сейчас видите на экране, это стандартный макет без всяких изменений. Я просто вставила текст, подготовленный для этого места. И уже есть вот какое-то настроение, есть уже аккуратное расположение текста. Я бы, конечно, выровняла абзацы по левому краю, а не по центру. Ну вот здесь сразу можно проследить, что, например, вот этот вот слайд рассчитан на Z-паттерн чтения. Глаза вот у нас как раз будут скользить по зигзагу по этому слайду. И это прекрасно, что Канва умеет учитывать такие нюансы. Так, пока нет вопросов. Тогда пойдем дальше. Следующий сервис у нас в Prezi. И тоже со своими нюансами и со своими особенностями. Сервис Prezi, он содержит не так много шрифтов. В принципе, очень маленький набор. И большая часть не поддерживает Кириллицу, кроме двух-трех стандартных. И вариантов изменения начертаний тоже очень мало. Я взяла стандартный шрифт робота. Как вы видите, у большинства сервисов шрифты, которые подъедут к Кириллицу, они подключены к Google Фонту. То есть каких-то не Google Фонтовских кириллических шрифтов у большинства веб-сервисов просто-напросто нет. Канва – это редкое исключение. И вот ниже второе предложение я попробовала максимально изменить шрифт. Но, как видите, большинство настроек – это изменение цвета и изменение фона. В принципе, я смогла изменить только размер и наклон букв. Остальных других функций у Prezi, к сожалению, нет. В этом плане очень-очень беденый сервис. По изменению абзацев текста инструментов точно так же мало. Есть выравнивание текстовых блоков, есть маркеры списка. И вот есть какие-то небольшие настройки отступов и выступов, но не для строки, а для всего текстового блока в целом. То есть и поработать полноценно с абзацами текста в сервисе Prezi не удается. Что касается макетов для чтения. Когда вы включаете настройки в какого-то конкретного слайда, топика, как они называются, саппейдж, есть на верхней строке, в верхней панели инструмента, есть кнопка «Layout». Там несколько вариантов расположения информации на слайде. То есть понятно, что для Prezi рабочая область расположена вот здесь. Все остальное – это иллюстрации. Во-первых, пространства для чтения на слайде Prezi очень мало. Во-вторых, большинство стандартных макетов рассчитаны, что на них будет не только текст, но и картинки. И довольно много места на небольшом слайде отводится под изображение. Но, тем не менее, готовые макеты текстовых слайдов есть, они довольно приятные. И у Prezi есть возможность сохранять текстовый стиль в своей личной библиотеке, а затем их быстро применять. Как можно установить все сервисы на компьютер? Сервисы, они потому и сервисы, что их не нужно устанавливать. Устанавливаются программы, сервисы включаются просто в любом браузере. То есть вы набираете просто Prezi, и он вам выводит на сайт, где вы регистрируетесь, и у вас есть ваше личное рабочее пространство, возможность создавать какие-то дизайны. Точно так же Canva, точно так же Genial, точно так же Google Slides. Только PowerPoint – это программа, и только PowerPoint нужно устанавливать на компьютер. Подводим итоги, что касается Prezi. У него очень мало возможностей, в принципе, по-версти текстовых слайдов. Если текста не так много, можно применить какие-то готовые макеты, готовые лейауты, что-то подобрать интересное, но в общем и целом он все-таки рассчитан на визуал. Меньше текста, больше картина. Так, и последний, пятый сервис. Это Genial. Genial, тоже один из моих любимых сервисов, со своими нюансами и особенностями. У Genial очень много инструментов для быстрого создания дизайнов. То есть, если в Canva, когда вы добавляете текст, какой-то готовый шаблон презентации, с ним придется повозиться, потому что, опять же, Canva англоязычный сервис, и он очень рассчитан на англоязычные тексты, то в Genial очень много возможностей быстро отформатировать текстовый слайд. Да, Екатерина Николаевна, эти сервисы имеют бесплатные тарифы. В первом вебинаре трека я про них рассказываю максимально подробно. Можете найти на канале, на YouTube-канале Директ Академии, и это связать с этого вебинара. Опять же, стандартной шрифты довольно много. Кириллиц из них поддерживает часть, но вариантов достаточно. Один из стандартных шрифтов – это Source Suns. И вот я, опять же, попробовала применить к нему все возможные изменения. Курсив, все заглавные, тень, размер, цвет и хайлайт. Выделение маркером. Обычно называется цвет фона для объекта текста, а вот здесь именно хайлайт выделяется именно строчке. Если изменится расстояние между строчками, то и между вот этими оранжевыми полосками тоже появятся пустые промежутки. Из эффектов, которые можно применить только тень, вот я ее как раз и использовала, больше никаких художественных интересных эффектов нет. Аналогично и оформление абзацев текста, только выравнивание, только списки, только возможность настроить высоту строчки или расстояние между буквами. Опять же, по этим настройкам оформление абзацев текста не впечатляет. Ну и главная фишка Geniali – это готовые макеты. Их не очень много, но большая часть рассчитана на серьезные объемы текста. Они очень качественные и очень аккуратные. Как видите, опять же, без всяких изменений я просто вставила свой текст, и он стал выглядеть таким образом. Для презентации, для чтения это, в принципе, хороший, достойный вариант. Типичный пример. F-паттерна можно небольшими усилиями превратить, например, в слоистый паттерн. Есть интересные макеты, которые подойдут и для Z-паттерна, и для пятнистого. То есть они действительно качественные. К тому же в Geniali можно одну презентацию использовать как донор слайдов для другой. То есть, например, вы садитесь, и перед каким-то, может быть, подготовкой какого-то курса вы делаете презентацию, в которой пять макетов оформления текста и сделанных именно так, как нужно вам. И теперь, когда вы добавляете в новую презентацию слайд, вы можете в качестве источника макета указать уже другую свою презентацию в Geniali. Взять вариант расположения текстовых блоков оттуда. Это очень удобно. Оно немножко похоже на создание мастер-слайдов в PowerPoint и Google слайдах, но вам не нужен отдельный режим работы с мастер-слайдами, а вы просто готовите одну презентацию и затем из нее вытягиваете нужные вам макеты. И также еще в Geniali есть готовые стили текста, то есть текстовые двойки-тройки, но все шрифты, которые в них используются, кириллицу, к сожалению, не поддерживают. И для наших с вами целей они бесполезны. Да, видео будет, как обычно, запись. Все это будет в доступе на канале YouTube Direct Academy. Ссылка обычно в Facebook после анонса вебинара еще добавляет. Итак, если оценивать наши пять программ и сервисов по вот этим вот трем критериям, что можно сказать? Вот мое личное мнение, вы можете сделать немножко другие свои выводы. Легче всего работать с оформлением слов, то есть с шрифтами и сочетаниями. Легче всего работать в сервисе Canva, где много художественных вариантов, и в сервисе Google Font, который позволяет работать аккуратно и быстро. То есть Canva больше на эффектность, Google Slides на скорость работы. Оформление абзацев текста вообще без всяких конкурентов – это, конечно, PowerPoint. Там это максимально быстро, максимально легко, делается тонкая настройка абзацев с применением самых разных интересных вариантов. Макеты для чтения, опять же, самые лучшие у Canva и у сервиса Geniali. Сервис Prezi, вот так по результатам нашего обзора, подходит для работы с текстовыми слайдами, с презентациями для чтения меньше всего. И раз мы проговорили про вебинар про типографики, следующие вебинары трека, во-первых, будет переупаковка презентации PowerPoint в разные форматы. Это будет общий вебинар и для трека по презентациям, и для трека по переупаковке контента. Он состоится в декабре, а вот январский вебинар трека как раз будет посвящен типографике. Мы поговорим о возможностях и настройках всех пяти основных сервисов и попробуем создать на нашем вебинаре красивые и интересные шрифтовые тройки для оформления серии презентации. Если какие-то вопросы, предложения, что-то хотите показать и лично со мной поговорить, вы всегда можете написать мне на почту. Канва для любителей, PowerPoint проще пользоваться. Разные цели. PowerPoint для меня вне конкуренции из-за того, что это огромный комбайн по функциям. Канва даже близко не дотягивает по возможностям интерактива и анимации. Но по скорости работы с дизайном канва удобнее. Я обычно их использую в связке. Выбираю дизайнер в конве, перекидываю в PowerPoint и там уже работаю с ним более подробно. Практические занятия. Тут, знаете, даже элементарный вопрос, что я не могу включить экран своего компьютера, потому что те, кто смотрит с мобильных устройств, они не увидят того, что я делаю у себя на экране. Спасибо вам большое. Жду на следующих вебинарах этого проекта и в том числе на ближайшем, если не ошибаюсь, уже 17 декабря. Спасибо. 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 Спасибо.